Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами готовимся к зиме и показываем и рассматриваем обувь для зимы. Давайте начнем вот с таких вот симпатичненьких ботинок. В них искусственный мех. Сколько они стоят? 150 долларов. Томс – это такая компания. Была очень одно время популярна у нас их матерчатые такие туфли. Очень удобные, довольно дорого стоили. Сейчас они подешевели, потому что они как-то сошли со сцены. Но компания известная и вот такие вот ботиночки, очень даже ничего симпатичные, мне они нравятся. Следующая идет у нас – это компания Hush Puppies. Несмотря на такое смешное название, это тоже известный бренд, известен своим удобством. Вот их цена – 130 долларов и написано, что это замша, которая не пропускает воду. В них нет особо никакой такой модельности и, так скажем, изысков никаких. Очень простые, очень обыкновенные, но при этом я думаю, что они удобные, потому что вот эта вот компания, вот так она называется – Hush Puppies. Считается, а вот видите у них, их символом является вот эта собачка. Они считаются очень-очень удобной, удобной обувью. И вот есть такие же бежевые. Ну, это, конечно, все еще на осень. Это не зима, не зима, еще не зима. А, при этом где-то там они стоят 140, а здесь они стоят 129,99, 130. Так, тут компания KETS. Это тоже известный бренд, известный своим удобством. Вот так вот, видите, называется он. 69 долларов, 70 стоит. Тоже написано, что они водонепроницаемые, но я не думаю, что это настоящая замша. Это, видимо, какой-то материал искусственный. Еще раз повторюсь, особой какой-то красоты, изящества, элегантности мы не ищем, а ищем тепло, удобство и комфорт. Ну и, конечно же, известные нет, это не они. И я была уверена, что это Акс или Уги, как их еще называют, но это какая-то другая компания, которая называется Краун Винтаж. И они в разы дешевле, чем Уги, потому что мы сейчас, наверное, их найдем здесь, и вы увидите, сколько они стоят. Вот эти вот стоят 80 долларов, причем написано, что это настоящая замша. Наверное, мех искусственный, поэтому они и дешевле. И вот такие вот двух видов, вот такие совсем коротенькие, и вот эти вот повыше, подлиннее. Стоят 90 от Угов, Укс, Угов. Их вообще ничем невозможно отличить. Очень хорошая альтернатива для тех, кто не хочет тратить много денег. Ну, это уже такие модельные ботиночки. 100 долларов они стоят. 95, колот спринг компания называется, веган френдли, веган френдли, что означает, что это не настоящая кожа. Ну, такие стильные ботинки, которые сейчас в моде, и вот очень похожие такие же. Молодежные, стильные, за тоже 100 долларов. Это Steve Madden, Madden Girl, это, вернее, Steve Madden, компания, которая... Steve Madden, Madden Girl, это их как бы молодежная линейка. Вот такой вот ботинок. Ну, в общем, вот такие вот, вот такое все. Там уже появились, я вижу, зимняя обувка. Ну, хотя это еще все у нас на осень коллекция. Это у нас что? Тоже Steve Madden. Это Steve Madden, 120 долларов. Ну, тоже вот эти вот ботинки, которые копирует Доктор Мартинс. Но это не Мартинсы, и они, наверное, не кожаные. Хотя, не знаю, за 120 долларов. Очень даже, может быть, что и не кожаные. У нас вполне это невозможно. Что бы вы ни подумали, что у нас продаются только вот такие вот уги и разные зимние такие страшные ботинки, у нас продается и модельная обувь за 100 долларов. Компания называется Chinese Laundry. Смотрите, какой интересный, симпатичный каблук. Красненький полуботинок. Очень симпатичный, очень даже ничего себе такой. И такой же, нет, черный похожий, но другой. Здесь устойчивый каблук. Я думаю, что они удобные. Так, это такие обычные, обычные, обычные. Ничего интересного, это совсем не модные. Пойдемте поищем, что еще красивого у нас есть. Вот хороший ботинок, очень даже ничего. Тоже Crown Vintage. Не знаю, кожа или нет, не думаю. За 109 долларов точно, наверное, не кожа. Устойчивый каблук. Устойчивая такая хорошая, не скользкая подошва. В общем, все нормально с ними. Здесь вот резинка. Они сделаны в стиле Chelsea, только на каблуке. Резиночка такая, чтобы было удобно надевать. Они же вот есть в черном цвете. Так, 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 ботиночки 140 Стив Мэдден. Очень легкие, без замка, нет, замком. Сделаны из клеенки, конечно же, молодой клеенки. И такие же серые. Так, так, так. Вот из ткани ботинки. Я, кстати, люблю вот такие вот из ткани. 90 долларов они стоят. Я люблю вот такие вот из такой резиновой ткани полуботинки. Их, во-первых, легко носить. Они обычно очень легкие. Не жмут, не давят нигде. И очень хорошо облегают ногу, что всегда красиво выглядит, если вы, например, сверху надеваете брюки. Какие-то вот три четверти или семь восьмых килоты. И снизу торчит вот этот вот ботиночек, который хорошо облегает ногу. Это также красиво и в длинных юбках тоже, если носить. Так, что тут у нас еще? Ну, вот такие вот обычные, обычные. Вот еще тоже такой ботиночек интересный. Смотрите. Черную под замшу. Под замшу материал. И вот такая вот. Стив Мэдден. И вот такая вот резинка сверху сделана. Сколько они стоят? Не знаю, цены нету, но ладно. Вот наткнулась на симпатичные ботинки. Они стоили 90, сейчас они стоят 60. Смотрите, какие. Очень удобные, легкие. Тоже челси. Симпатичные, приятные. Если бы мне нужны были, я бы их, может быть, и купила, но они не кожаные. И вот такие же под замшу светленькие. Ничего, миленькие. Так, продолжаем дальше. 140 Стив Мэдден. Удобная вот эта вот конструкция, когда здесь вот резинка, а внизу под замшу. Но мне не нравится их материал. Вот 140 долларов стоит, а на самом деле сделан из овна и палок. Не знаю я. Цены, конечно, мне не нравятся за такие деньги. Но, вы знаете, за такие деньги у нас кожу не купишь. Поэтому вот и приходится вот так вот выворачиваться. Но это модные очень. Вот у них очень много вот такого типа ботинок, потому что это очень модно, современно. Вот такие же, как будто бы с носком. Девчонки очень это любят. Вот пошли уже зимние варианты. Это компания Сорел. Компания Сорел очень делает хорошую зимнюю обувь. Водонепроницаемая. Она предотвращает скольжение, протекание, в общем, все что угодно. Но в данном случае вот сейчас это на осень. Это типа такие кроссовки. Стоят они 160 долларов. И видите, вот они такие прямо, такие видно, что они крепенькие. Но все-таки еще из ткани. Наверное, это еще не зимний вариант, а осенний вариант. Ну, это вроде как типа элегантная обувь, элегантная обувь, элегантная обувь. Вот серебряный ботинок. А что, серебряный сейчас в моде. Там такие красные я вам показывала. Вот точно такие же. Серебряная обувь сейчас очень даже в моде. Ну и куда же мы без стразов и блесток? 120 долларов. Вот такая вот красота. Самая популярная зимняя обувь в Канаде – это вот такие вот ботинки. Та же самая компания Сорел. Стоят они 165 долларов. Не дешево. Но это как бы ботинки, которые каждая канадская женщина и мужчина должны иметь в своем гардеробе. Вот вам кажется, что они страшные, ужасные. Но это не так. Вернее, нет, это так. Но для тех функций, для которых они существуют, это то, что надо. Обычно здесь написано, какую температуру они могут выдерживать. Здесь не написано. Но написано, что они водонепроницаемые. И вот, вы понимаете, вот эта вот часть нижняя сделана из типа такой резины. То есть, если вы где-то там по снегу шлепаете в них по-высокому, то у вас ноги не промокнут. Это специальная подошва, которая предотвращает скольжение и всякие прочие неприятности, которые могут с вами произойти зимой на льду. И такая вот сам сапог из такой вот ткани, совершенно пуленепробиваемой, по-моему, огнеупорной. И внизу еще у него вставлен вот такой вот утеплительный валенок, которому, в принципе, можно доставать. Видите, вот такая вот штуковина, которая... Зачем я так мучаюсь и снимаю сверху? Которая, в принципе, вынимается. Ее можно там просушить, если вдруг они промокли или там вспотели ноги или что. Мне интересно, где их делают. По-моему, их не делают в Канаде. Эти ботинки здесь должно быть написано Вьетнам. Сделано во Вьетнаме. Ну вот Сурел не делают в Канаде, хотя это известный канадский бренд. А есть компании, которые делают точно такие же ботинки, которые, да, делаются, производятся в Канаде. Смотрите, какие уги я нашла на платформе Умора. Вот там я Акс не нашла здесь в рядах, но вот там вот они стоят, вот на этом столике. Мы сейчас туда подойдем, я вам их покажу. Они, кстати, короткие, невысокие Акс, потому что, как бы, опять же, дело еще... У нас разговор об осени, а не зиме. Посмотрите, как они сделаны из какого-то... Из какой-то нейлона. Что это такое? Что это за материал? Такая вот у них подошва. Акс на платформе. 215 баксов канадских. Ну, если они считаются всегда уродскими, я их не считала уродскими, я считала их удобными, хорошие обуви, которые не претендуют на красоту, элегантность, но являются, как бы, символом удобства. Вот это вот, вот это вот, вот это вот уже уродство реально. Я не знаю, мне это очень не нравится. Так, ну и Уги, Уги, вот они, полное то самое. Они стоят на столе back to school, назад в школу, назад в будущее. Стоят 185 долларов, вот такие вот коротенькие. Мне кажется, что они перестали быть, перестали делать настоящий мех. Когда-то у них был настоящий мех внутри. А сейчас я смотрю, мне кажется, что это искусственный. Нет, написано, что это кожаная замша и шипскин-лининг. То есть, сейчас, сейчас переведу, подождите. Ну, в общем, короче, это замша с натуральным мехом. Марашка. Ну, выглядит как искусственный. Ну, в общем, вот они стоят 185 долларов. Всех цветов есть разных. Высоких пока еще нету. Все коротенькие, потому что это и у нас еще осень. Посмотрите, какие синенькие, красивые. Синие, розовые, приятные, симпатичные цвета. Так, здесь у нас стоят высокие сапоги. Ну, ничего особенного, обычные сапоги. Сапоги не кожаные. Стоят 110 долларов. Почему-то в этом магазине почти вся обувь не кожаная. Это так странно. Ну, сапог и сапог. 150. Вот такая вот ботфорта. Вот такая вот ботфорта замшевая. Ну, в общем, как бы все вы поняли. И вот всякие вот такие вот ботиночки, ботиночки. Вот эти симпатичные, светленькие, да? Тоже на селе, 60 долларов. Осень, короче, осень. Вот эти, вот эти довольно симпатичные. Тоже на селе за 60 долларов. Стоили 80. Посмотрите. Интересная такая вот сделана резинка из тканей. И хороший устойчивый каблук. Вот такие вот ботиночки. Вполне симпатичные. Беленькие. Вполне их можно носить. Мне они даже очень нравятся. Заглянула на распродажу в свой размер. Пятый, шестой. Вот мои размеры. Что здесь есть? Доктор Мартинс. Неплохие. Пятого размера. Наверное, мне лучше все-таки ботинки шестой. Хотя бы соножки и туфли я ношу пятым. Они... Это оригинальный Мартинс. Белого цвета. Симпатичные. Сколько они стоят? Интересно на распродаже. Значит, 220 они стоили. И зеленая этикетка. 40% скидка. В общем, хорошая цена. Вот такие вот. Ну и больше, пожалуй. Я не очень люблю Мартинсы. Вот Биркиншток. Хорошие. Кстати, все лето я искала. Они стоят 190. И синяя этикетка. 30% скидка. Дороговато еще будет. И это шестой размер. Скорее всего, что они мне будут велики. Но я хотела Биркинштоки. Может быть, не сами оригинальные Биркинштоки. А что-то вот подобное. Чтобы было удобное. Все лето я искала, выбирала. Ничего не нашла. Может, еще подешевеет. Тогда я бы их, наверное, взяла. Вот меховые. Тоже Биркинштоки. Наверное, тоже дорогие. По 204. И на них 60%. Хорошая скидка. Это значит, они меньше 100 долларов. Стоят немножко. Ну... Как-то мне жалко. Жалко, жалко. И что же здесь еще хорошего? Смотрите, какие модные, наимоднячьи сандалики. Ну, лето кончается. Поэтому сейчас покупают сандалии. Если только на следующее лето. А следующим летом... Бог его знает, что будет модно. Вот это не Биркинштоки. И они очень легкие и очень удобные. Стоили они 60 долларов. И на них еще 60% скидка. Но мне кажется, это шестой размер. Я думаю, что они мне будут большие. Давайте я их померю. Нет, вы знаете, даже им неплохо. Надо в них походить, расходиться. Посмотреть. Хорошенечко померить сейчас. Если я выключу камеру. Ну, наверное, смогу это сделать. Где они лежали. Вот здесь. Здесь еще какие-то есть. Тоже такие же. Еще есть. Тоже 60 долларов. И тоже 60% скидка. А вот их много здесь. Три пары. Ну, в общем, девочки. Вот такие резиновые сапожки. Тева израильские. Прекрасные сандалии. На платформе тоже. Почем они 100 долларов и 60% скидка. Ну, видите, на летние есть. Смотрите, какие цветные, красивые. Очень удобные. Тева. Очень хорошая обувь. Просто великолепная обувь. Есть много... Ой, девочки. Я аж глаз не могу отвести. Посмотрите на это. Коробка зеленая. И зеленый. Ой, я не могу. Какие неоновые босоноги. А вот Акс, кстати. Хорошие такие легкие. Но не зимние ботинки. А вот такие вот босоножки. 129. И на них 20% всего лишь скидка совсем небольшая. Но сами они по себе, видите, очень приятные. Все. Я, наверное, буду выключать камеру. Посмотрю, что тут еще есть. Ничего такого больше нет интересного. И мы с вами будем прощаться. Увидимся в следующем видео. Примерок, одежек, украшений, магазинов и так далее. А на сегодня все. С вами была Дита из Канады. Вот такой большой магазин обувной. Всех люблю, целую. Всем пока, бай. Субтитры сделал DimaTorzok